Друзья, всем привет! У нас очередной выпуск, цикл передачи автомобилей из Кореи. У нас сегодня в гостях-дома Роман. И у нас сегодня тяжелая, Ром, тема. Ты готов? Да, конечно, погнали. Все, вижу, у тебя лицо серьезное. Ну да, да. Ну ты вообще серьезный человек, поэтому будем сегодня говорить о серьезных вещах. Юридическая часть привоза автомобилей из Кореи, как оформить, СБГТС и много страшных слов. Сегодня все обсудим, так что начнем. Минуточку вашего внимания, не сочтите за рекламу, очень важный момент. Многие из вас меня спрашивали, Игорь, а будет ли какой-то обучающий курс или материал по параллельному импорту, именно покупке автомобилей в Южной Корее? Так вот, настал тот день и тот час, этот материал есть. По ссылочкам в описании вы сможете его приобрести. Специально для вас мы отсняли очень большой курс по параллельному импорту. Там все, начиная от того, как покупать автомобиль в Южной Корее, заканчивая логистикой, всеми нюансами, тонкостями. Для кого подойдет этот курс? Если у вас есть деньги на закупку и вы хотите работать с параллельным импортом, для вас он подойдет. Если даже у вас нет денег на закупку, но вы хотите все равно работать и для вас подойдет, так как вы сможете выстроить бизнес по подбору автомобилей в Южной Корее. Это все тоже очень интересная история. Короче, ссылочки в описании, все там узнавайте, приобретайте очень крутой доступный курс по параллельному импорту. Начнем с того, какие нужны документы для постановки на учет вообще в России. Все поэтапно. Ты можешь рассказать, у меня есть деньги, я хочу купить машину. Вот от и до, что ты мне даешь, куда идти, где, как и что. Рассказывай, я буду слушать. Ну смотри, документы, которые дает тебе корейская сторона, тебе от них пользы мало. То есть они больше для таможни даются. Но на таможне ты получаешь с БКТС, то есть свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, электронный ПТС, приходите на госуслуги. Ну и, соответственно, ДКП мы тебе делаем, документ купли-продажи. Он нужен не везде. На самом деле, в нормальных, условно говоря, регионах, где это более-менее раскачено, вот именно автопривоз, да, из-за границы, его не просят гаишники чаще всего. Но чаще всего просят, потому что уходят иногда машины в Краснодар и куда-то еще в другие, ну в другие области, там, условно, Челябинск. Там вообще гаишники всегда в ступоре, когда им дают эти документы, они не понимают, что делать с этой машиной, да, потому что у них практики нет. Вот, соответственно, ДКП мы делаем, да, документ купли-продажи от корейской фирмы, от тебе на твое имя. Ну и, соответственно, делаешь страховку, в принципе, ну, стандартность, оставишься на учет машин. То есть, давай подытожим, договор купли-продажи, как вы мне даете, я покупаю с машину, мы сейчас убираем, да, у нас, чтобы, отвечая, да, предвидя вопроса, подождите, там, инвойс, выставление счетов, у нас было видео уже, можете найти на канале. Мы это все обсудили, то есть все технические моменты, логистика, все. Мы сейчас говорим о юридической части, вы даете мне договор купли-продажи, СБКТС, да, ПТС, ну, электронный, да, мы делаем, получается, какие-то нужны, нужны там утильсбор, документы, растаможки, там, все, все, достаточно. Все, то есть, этого достаточно. А как же эра ГЛОНАСС? Смотри, здесь очень, кстати, хитрая система сейчас, эры ГЛОНАСС сейчас нету, за ГЛОНАСС вас никто не возьмет в Владивостоке, да, соответственно, никто вам его не будет навязывать, да, но, очень интересно написано в постановлении, что это все-таки временная мера, и я знаю вообще, как бы, нашу страну, с вами друзья, да, предполагаю, что могут обязательно поставить там через полгода, через год, когда вся шумиха уляжется и всем дружненько прилетят. Запрос, ну, я так думаю, но на данный момент вы ничего не платите, эра ГЛОНАСС не нужна. Я, кстати, читал новость, что с 1 октября уже отменили время, вот это эра ГЛОНАСС, но только для юрлиц, кто везет, так что, ребят, имейте в виду, читал в новостях, я не знаю, сколько там подтвержденной информации нет, по-моему, автоньюз какие-то там, РБК или что-то такое, не помню, но суть в том, что для юрлиц и ИП, кто везет, я так понял, для компаний, их уже все, им нужна эра ГЛОНАСС, для физлиц, ну, типа, все пока можно. Но, опять же, и из практики скажу это, я добавлю от себя, потому что Роман говорит сейчас до момента Владивосток, там, да, растаможки и так далее, бывает так, что в некоторых ГИБДД могут ее прямо вот захотеть. Они очень хотят прямо эту кнопку увидеть, поддержать, вот, и они ее могут захотеть. Всегда есть постановление, как будто. Нет, постановление есть, знаешь, при чем, как это на практике работает? Вот, допустим, есть, прям знаю ГИБДД одно в областном городе Московской области, и там они говорят, нет, у нас, вот, мы не ставим вообще. Причем есть там, так называемые бегунки такие, ну, люди, кто юридические вопросы решает, да, ты там выписываешь доверенности, они, ну, как бы, официально все ходят в ГАИ решать за тебя вопросы. Они говорят, все, у нас по регламенту, вот, в нашем ГАИ мы не ставим машины без реглонаса, вот, везенные, вот, а есть другие ГИБДД, там ставят, и вот, и так, и так есть. Вы знаете, друзья, в такие, в такой момент, когда вам прямо отказывают постановку с учетом на учет, я рекомендовал бы вам просить у них отписку, то есть, причину. Ну, письменный отказ. Письменный отказ, да, а дальше, я думаю, до этого и не дойдет, уж очень наша, ну, полиция не любит давать отказы письменные, вот и все. Хорошо. Лайфхак. Вот как раз, к слову о лайфхаках, человек, ну, в комментариях спрашивал, и, в принципе, логичный вопрос, есть ли какой-то лайфхак для перекупов, если ты хочешь везти, вот, в течение, там, года, не одну машину, возможно, да, или для людей, кто хочет себе, может быть, ты, вот, такой, знаешь, особенный человек, который, ну, типа, хочу 3, 5, 6, там, машин везти за год, не обязательно перекуп. Лайфхак один, везите на братьев, сестер, мам, дочерей, на родственников, там, друзей. Лайфхак, в принципе, здесь заключается в этом, вот. Другие схемы, они есть, да, но они, я боюсь, что они для публикации в интернете. Ну, то есть, как я понимаю, что, в принципе, я, как человек, имею право привезти, там, на... На себя одну, ну, и мама мне захотела купить, или брат, и окей. Да, да, без проблем вообще, абсолютно. Хорошо, друзья. Так, вопрос следующий. Денежный перевод, да, у нас, все-таки, в стране не очень любят отправлять кому-то деньги, ну, неподтвержденно как-то, вот, и так далее, и так далее. Мы немножко затрагивали эту тему в других видео, но, тем не менее, давай еще раз, вот, юридически, вы как-то подкрепляете вот эти все переводы, чтобы потом я смог прийти, показать бумажку, сказать, ну, я вот перевел же ребятам, там, миллион, два рублей. Ну, смотри, в инвойсе прописываются все твои паспортные данные, да, то есть, откуда ты, кто ты, из какого города прописка, ну, то есть, просто переписывай паспортные данные, да, соответственно, инвойс идет на твое имя, еще банк не особо-то пропустит твой платеж, если ты тоже не докажешь источник дохода и прочее, прочее, там, после двух миллионов они начинают докапываться, вот, соответственно, будет прописано наименование, то есть, услуг, да, то есть, а это именно, это будет вин-код автомобиля конкретного, да, за который вы вносите деньги, да, соответственно, ну, расписаны услуги и прочее, то есть, вы оплачиваете официально на счет компании, ни мне в карман, там, ни моим товарищам, да, не на мою личную карту, то есть, вы оплачиваете именно компанией скейтрейзинг, да, деньги, соответственно, юридическая часть, таковая, да, вы, наверное, хотите услышать от меня, то есть, там, договора, там, вот это вот все, на самом деле, огромного смысла в этих договорах нету, давайте по-честному, да, то есть, со мной общались юристы, там, мне отправляли клиенты юристов да и на самом деле это такие интересные ребята они все пытаются сделать вот по букве закона российскому и даже вот на секунду не один вот я два раза общался с юристами и два раза я видел полное непонимание что человек разговаривает с другой страной то есть где российские законы там не международное право да там нету у них нету понимания то есть как это работает вот соответственно я могу сказать по факту что любой договор который вы там подписываете с экспертной компании там за границы да ну по сути он не особо-то рабочий вот поэтому самое но при этом это не значит это ну что-то страшное и опасно давайте по факту еще раз возвращаюсь в инвойсе все прописывается банк вас проверяет банк отправляет ваши деньги в конкретную компанию за конкретную ну на конкретную машину да то есть мы получаем эти деньги соответственно как как дальше работает механизм законов то есть мы как экспертная компания мы должны отчитаться за что зашли эти деньги то есть да на что мы их потратили куда мы их отправили зашли деньги с такого-то имени из на такое-то имя мы отправили машины бывает в отправляем там ты платишь ты отправим твою сестру здесь не принципиально это важно то что мы там подбиваемся по-своему да там по срокам по винкодам но соответственно то есть получилось 40 тысяч долларов я должен отчитаться перед налоговой куда и потрясал 40 тысяч долларов я потратил вот на этот палисад который ушел у меня такого-то числа вот вам экспертная декларация понимаешь то есть это такое кольцо она замкнутая то есть контроль хороший в коре осуществляется поэтому беспокоиться о том что там ваши деньги куда-то там будут освоены украдены и прочее но нету смысла но вдруг если опять же сейчас меня я думаю мне многие будут писать да ну и что он маке этого ты не отчитался налоговой там убежал другую страну там что-то еще да ну во-первых сразу международу розыск во вторых на самом деле эта история работать может быть сложно сейчас покажется для россиян но она работает то есть вы можете не свою полицию а потратить ну простите уж еще потратить восемь сто тысяч рублей прилететь в южную корею и пойти в любое отделение полиции в любой поверьте там проблему любой экспертной компании будет просто за глаза да потому что это все уже экономические преступления то есть да и потом уже с международным оттенком не забывайте что южная корея она у нее вся экономика соотношена на экспорт все я понимаю что звучит сложно то есть идеалистически но по факту если вы вдруг вы сейчас попали в такую ситуацию да и что-то там вы понимаете что что-то идет не так но опять же это с условием если вы отправляли именно по инвойсе деньги в конкретную компанию да вы кстати также друзья можете запросить лицензию да то есть у компании то есть называть сообща на корейском удивить экспертников соответственно если все это действительно было так вы попросили по инвойс какой-то компании и вам грубо говоря колотят голову там трепет нервы можно и и к таким вариантом решения проблемы но при этом если и в опять же не зарываться можно дальше зарываться в этом с кем развода прочитал какого-то да да то есть можно дальше копать эту кроличную арону по что я понимать и за вопросами задают люди что у них еще было происходит но по факту бояться то ничего вопрос отправляете опять же повторюсь со своего имени на коза конкретную машину за которую дальше если на компании нужно читаться и все в этом слушая я помню мы с тобой общались вот как раз восемь месяцев назад до интервью было мне так понравилось ты как рассказывал вообще про там работу полиции сейчас я отклонюсь затем извините пожалуйста но это интересно правда вот ты рассказал работаете полиции так далее скажи а как у вас относятся к людям ну допустим кто там сидел в тюрьме да то есть ну я так нельзя почему-то у меня запомнилось отложение ты видишь что это какой-то чуть ли не позор просто у нас допустим да если ты сидел ты крутой не ну типа пацаны ну реально ну вот как сидевшим у нас по чесноку относят я помню еще там свою юность как бы это было ну слушай если пацаны отсидели ну это реально прям тут хотела с ними общаться такие знаешь ну все у тебя статус на районе прям ну топ-100 там как у вас это да нет все очень плохо да нет такой темы что не забывай что-то тюремная это азиатская культура здесь там есть очень такой в азиатской культуре есть такое понятие как позор да и прям она она везде у них да и всюду да то есть поэтому после тюрьмы но опять же не всех естественно да но чаще всего корейское общество она прям давит она прям давит сидевших людей чаще всего да то есть соседи с тобой вряд ли будут общаться вот и самое интересное что если ты сделал что-то тяжко прям совсем тяжко мы не знаем убил ребенка изнасиловал да не дай бог никому испытать эту но пример да то твои во первых тебя если выпустят когда-нибудь да из-за решетки твое лицо скорее всего раскрыть по всему району что такое такой-то освободился под такой такой-то статьи и это никак не будет порицаться у вас смертная касс есть нет нет пожизненно у нас заключение с уже хороший вопрос по моему нет а по жизни да конечно попали в эту тему вообще да кстати я не задумался по моему нету исправьте меня если это не так мечта мысль такая прикинь что будет если ты отсидел за палисад берегите машины ну смотри даже вот в нашем случае да ну блин я 7 лет прожил за границей это был тяжкий тяжелый путь да вообще как-то более-менее встать на ноги и сейчас просто сажусь там на несколько лет а потом меня выгоняют из страны обратно к маме в деревне да такой такой себе удовольствие тебе за какие-то 20000 долларов ну ладно хорошо идем дальше так пошло у нас вопрос следующий сейчас переносимся из корейских тюрем во восток какие там бумажки расходы приходы там вот брокеры все это в том смысле что мы уже говорили в предыдущем выпуске добра расходы а сейчас я говорю с точки зрения документов то есть вот я приехал машина до пришла там полный лаборатория как это вот расскажи знаешь хочется вот визуализацию какую-то потому что все это значит эти с бк т с лаборатория вот как вот есть кораблик с него спускает машину расскажи вот как ты визуально слушаю я возможно могу не знать каких-то прям мелких мелких деталей справок да то что делают брокера потому что никогда не выполнял именно эту функцию именно брокерскую да то есть это делают в принципе специально обученные люди я даже сказал так что не каждый может заняться этим условно бизнесом может так сказать да у представляем услуг то что он тоже есть свои требования брокерам вот но опять же как я это знаю даты на каких-то этапах то есть приходит машину машина в владивосток соответственно ее проверяют физически то есть визуально инспектора да то есть по наличию возможно какие-то детали чего-то еще то есть машины до сверяет все с документами дату с декларациями вот далее что брокер получает оригинал коносамента коносамент это но условно билет на паром да то есть мы даем копию коносамента до оригинал уже брокер на основании опять же заверенной копии паспорта да то есть и соответственно основании нашего коносами туда то есть он идет и получает оригинал уже транспортников до компании вот уже и начинается сбор документов то есть какие конкретно документы я думаю нету смысла больше больного потому что это не нужно простому обывателю, то есть туда же как раз в эти документы входит и СБГТС, то есть ваша машина будет отправлена на экспертизу, то есть соответственно точно определение СБГТС это свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, соответственно пройдет СБГТС, соответственно будет собран полный пакет документов, передан, насколько я знаю, опять же в таможню, таможня выставляет счет, счет оплачивается, соответственно далее к вам приходит ЭПТС уже, электронный ПТС, на госуслуги и соответственно все машины выпускаются с территории порта, ну в принципе все. А сколько длится процедура? По-разному, по-разному, в зависимости от количества машин, то есть вам могут и в принципе и за 5 дней все это сделать, могут и за 2 недели. Ну а средний, вот на практике? Я думаю от недели до 2. Видишь тут очень много факторов, во-первых разгрузили машины, сколько их вообще в работе сейчас у брокеров, ну все же люди, правильно, физически мы не можем там 36 часов быть на связи. Потом та же самая история касается и таможенных инспекторов, да, это тоже люди, которые работают, они где-то, где-то могут что-то не упустить, не увидеть, либо ну где-то что-то задержать, да, все то же самое государственные выходные и все в этом роде, да. Вот, соответственно, если брать так сроки, но я выбрал в среднем там 7-14 дней. Это с момента, когда прикрыл кораблик, машинку спустили и вот 7-14 дней, ну грубо да, я бы брал так, по-разному может быть. Расскажи о подводных камнях. Да нет никаких подводных камней. А вообще, во всей истории с юрчастью есть какие-то подводные камни? Да нет, с юрчасти нету подводных камней. Единственное, наверное, подводные камни, ну даже не камни, а, наверное, реалии, да, при заказе автомобиля из Южной Кореи, это первые сроки, они могут растягиваться. Это не зависит ни от экспортников, да, ни от брокеров, ни от логистов, а больше от состояния рынка, состояния вообще загруженности рынка, да, то есть и наличие паромов, наличие портов, которые могут принимать эти паромы, да, потому что долгое время там не было паромов, например, да, порты были свободны. Там несколько паромов крупных отошло, порты полностью забиты, да, все СВХ, склады временного хранения, порта все забиты. Теперь в Корее паромы есть, порты не принимают. Ну, то есть много факторов, которые играют именно на сроки, поэтому первое, наверное, не подводный камень, а просто реалии, я так возьму, это сроки, которые могут растягиваться, да, в период именно, то есть вам может компания, там, мы, например, никогда не говорим срок, да, то есть мы говорим, что мы всегда делаем все возможное, да, то есть чтобы было как можно быстрее, да, ну вот там полтора, там два месяца, два с половиной примерно вот так вот, да, вот можете это делать идти. Вот, в зависимости, опять же, от вашего региона и вообще, опять же, от загруженности трафика на ваш регион, от тех же самых автовозов, да, если вам там говорят, что все, там полтора месяца, ну, поставят машину, скорее всего, с вас просто хотят быстрее получить контракт, а потом будут, ну, рассказывать вам, что сроки растягиваются. То есть мы это изначально говорим, что понимая, что сроки растягиваются, да, это первый момент, наверное, да, из таких особенностей, да, покупки, и второй, наверное, момент, основной этот, мелкие царапины, то есть именно, то есть вам машину могут поцарапать, вам могут притереть диск или что-то еще, и поверьте мне, как бы вам не рассказывали компании, что там, ой, все, сейчас решу, все сделаем, да ничего они не решают в большинстве случаев. То есть это те риски, которые я считаю, то есть вот по моему личному, сугубо личному мнению, те риски, которые нужно закладывать при, перед тем, как обратиться вообще за границу, да, за покупку автомобиля, то есть, что если вам притрут диск, или что-то там где-то поставить царапинку, там, на бампер, что-то, где-то еще, да, вы должны готовы быть к этому, и все. Почему, опять же, потому что, если сейчас посчитать вообще компании, которые будут принимать участие в транспортировке вообще вашей машины, их очень много. Мы подобрали машину, осмотрели, отправили, логисты у нас забрали по Корее, которые везут, выгрузили, отдали другим логистам, которые уже ведут по морю, там выгрузили, там перегончики портовые, да, гоняют эти машины туда-сюда, там, дальше бракера забирают эти машины, их перегончики забирают, даже транспорт. Представьте, сколько раз машина ваша заедет на автовоз и съедет с автовоза, заедет на карбул, выйдет с корабля, то есть могут быть царапины, при том, что там расстояние очень маленькое между машинами, да, то есть очень компактно сделать. То есть это те риски, которые должен закладывать клиент. Это мое личное сугубое убеждение. И потом искать концы, что это сделал, это невозможно. Чтобы найти эти концы, нужно действительно установить камеры 360 вокруг этой машины и прямо конкретно ловить этого человека, кто это сделал. Поэтому это те риски, которые закладывают. Перекупы их прекрасно знают. То есть абсолютно никогда никаких вопросов не возникает, больше с участниками. То есть они поехали на полировочку, все сделали, быстренько все пригладили, условно говоря, привели машину в порядок, все. Никаких проблем с участниками, конечно, бывает. Ох, мне вмятину поставили небольшую. Так 500 рублей съездите, вытянете ее. То есть это те риски, которые вы должны закладывать. Это если ты именно говоришь про подводные камни. Но у нас сегодня с тобой ролик посвящен юридической части, поэтому давай вернемся к юридической части. Так а я вот и спрашивал про юридическую часть. А по юридической части, ну а что там, там нет никаких подводных камней. Ну, примут, машина зашла официально в пор. То есть если там что-то, какие-то подозрения, ну там, вплоть до вы, как, ну, условно говоря, если я отправил на тебя машину, да, и там ты получил ИБТС, там все это вроде, если ты там что-то сомневаешься где-то, ну там боишься, да, по поводу, там транспортники там везут полтора месяца машину, вдруг ее украшат, ну поставьте на запрет регистрированные действия и все. А я могу добавить все-таки один подводный камень? Я вот просто слушаю, а в голове прокручиваю. Ну так как мы сами-то уже начали, да, вникать в историю подбора, да, на корейском рынке. Кстати, кому нужен подбор автомобилей из Кореи, ссылки в описании, можете там все узнать, посмотреть, связаться. Я узнал такую тему о тебе, что автомобили бывают, допустим, 18-го года. Вот расскажи об этом. А, ну, мы это... Нет, ну это, слушай, ну подожди. Это скорее не подводный камень, просто специфика рынка. То есть в Южной Корее... Нет, подводный камень, ну типа ты такой выбрал, все, нет, а бывало такое? Ну сейчас он расскажет, о чем я, а я сбегаю вперед, вопрос сразу, пока не забыл. Бывало такое, что люди покупали такую машину, а потом понимали, что она, кажется, не 18-го года? Были. Были, вот, расскажи. Был последний недавно случай, там была ошибка менеджера нашего, да, то есть он посчитал машину и... Там какая... В общем, смотри, давайте изначально, да. В Южной Корее нету даты выпуска автомобиля, есть дата первой регистрации. То есть у них считается срок жизни машины, да, то есть с момента, как ее продали. Что, в принципе, логично, я считаю, да, то есть это нормально. То есть у вас в салоне она может простоять полгода, никто не ездить не будет. Вот, соответственно, идет, есть дата первой регистрации, как только она встала на учет. Вот. Оттуда уже будет летоисчисление. А так как у нас рамки от 3 до 5 лет, допустим, да, нам нужно попадать в них, то есть 17-й год. Если 17-й год сейчас заводить, то это должен быть декабрь, как минимум, да, там, ну, хотя бы, там, не знаю, ну, октябрь хотя бы, да, то есть, чтобы попасть, потому что еще пока будет время уходить на транспортировку и прочее-прочее, да, то есть нужно попасть, успеть растаможить ее, пока она от 3 до 5 лет помещается, да, в эти сроки. Вот. Но касаемо машин корейских, там какая специфика, то есть дата изготовления, она же сдвигается назад, то есть потому что у вас есть информация только по дате перерегистрации. В принципе, мы все эти вопросы решаем, то есть мы на связи с брокерами, если нужно, заказываем экспертизу, да, где можем сами пробиваем вин кода, то есть потому что вот на Mercedes, BMW можно спокойно пробить вин код, то есть по дате именно выпуска. И вы будете долго смеяться, но довольно-таки тяжело пробить на Hyundai и Kia дату выпуска, находить прямо в Корее. Действительно, в Hyundai надо звонить, звонить и узнавать дату выпуска. То есть я чуть конкретизирую, вы поняли о чем речь? То есть машина, допустим, может быть в объявлениях на корейском сайте 2018 года, а она по именно шильду, по вин номеру 2017 года. То есть вы такой, ну вот 2018, а она по факту 2017, потому что просто в 2018 она в основном учет. Короче, ребятки, это не как у нас в России, что ты там любой, да, запрос даже на официальном сайте ГИБДД в Белоши, ну у тебя как бы год выпуска, это все, год выпуска. А у них, ну по-другому, то есть у них год выпуска, он не так, как бы, он не приоритетен, у них приоритетен год постановки на учет. Все, окей, то есть это, ну момент такой, что надо понимать его и знать. Ошибки в коносаменте могут быть? Вот, подсказать вопрос, ошибки могут быть? Вопросы из зала, у нас хоккейтер. Ошибки в коносаменте, они постоянно случаются. Вот, нет подобных камней. Так это, это наша задача их решать, вы даже и не узнаете об этих ошибках, это все будет решено. Да нет, конечно, никто ее не будет разворачивать, кому это нужно. Ошибки, они какие будут в коносаменте? Ну, допустим, ладно, наш прекрасный русский язык, а теперь сделай транскрипцию на английский язык. Ну, например, моя фамилия, я Юн, да, у меня фамилия, у меня... Сложная фамилия, ну... В некоторых случаях пишется через Y, а некоторые через И. То есть, у меня в загранпаспорте И, У, Н, да, а в некоторых документах Y, У, Н, то есть, ну, и попробуй. Да, то есть, и, соответственно, наши, когда ребята заполняют, то есть, нужно же... Ты же отправляешь там загранпаспорт, да, условно говоря. Ладно, загранники еще есть где-то транскрипция, да, согласен. Но иногда люди просто пишут, что-то боятся кого-то, заговоры не могут загранник отправить фотографию, да, там, пишут от руки в сообщении, да, вот, и такой-то, такой-то, такой-то. Фамилия такой-то. Мы эту транскрипцию делаем, и, кстати, откуда-то ошибки-то бывают. Вот, например, наш бухгалтер заполнил полностью транскрипцию, все, отправил корейцам, а корейцы сами могут сделать ошибку. Потому что документы готовят корейские брокера. То есть, с двух сторон брокера сидят. То есть, брокера готовят на экспорт, брокера принимают машину и таможат ее. То есть, на нашей стороне сидят брокера, которые делают экспортные декларации. Мы отправляем информацию, они там ошиблись в букве. А для экспорта это очень важно. Соответственно, машина пришла, а там ошибка. Идет запрос с Россией, то есть, мы можем забрать машину, там ошибка. Нам брокер звонит напрямую, там ошибка, исправьте. Мы спокойно даем запрос и исправляем в логистической компании. То есть, это те вещи, это те нюансы, которые, ну, не нужны они клиентам абсолютно. То есть, это обычная рабочая ситуация. У нас просто хейтер дотошный. У тебя есть еще вопросы? По губной камеры. То есть, это такие нюансы, они вообще абсолютно не нужны. Ну, в принципе, я понял, да. Я думаю, что тут, наверное... Тут ошибки больше транскрипции и написания, чем какие-то глобальные. Фу, Ром, да, конечно, юридическая часть штука интересная. Ну, в принципе, ты еще что-то хочешь добавить? Ну, наверное, еще по России, как дальше будет ехать эта машиноюридическая часть. А, оборвано немного, да? Давай, давай, я добавляю. Я уже просто тут все, коносамент, инвойс, транскрипции, я все. Слов много. Люди, сарай там, все. Давай, по России что у нас? Расскажи. Ну, по России далее что? Брокер делает один звонок, да? Условно говоря, нашему офису, нашему партнеру. Ну, это, конечно, красивое словцо, да, один звонок. На самом деле, у них общий чат, они постоянно на контакте, да? Ну, последний звонок, условно, делает крайний звонок, да? То есть, все, забирайте машину. Звучит последний звонок. Да, 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 крайний, то есть, забирайте машину. Не, можно и последний. Точнее, не забирайте машину даже, а куда поставить машину? То есть, перегонщик перегонит. Соответственно, тут идет общение с транспортной компанией, на их склад отгоняются машины, и дальше ждет в своей очереди на отправку. Там юридическая часть какая, ну, договор с транспортной компанией-то будет, вот. Ну, в принципе, все. То есть, ну, опять же, я хочу вам, друзья, еще раз вернуться к страховкам, да? То есть, именно к этим моментам. Про царапины забудьте. Ну, правда, то есть, что бы вам ни рассказывали, где бы вам ни рассказывали, это недоказуемо, это невозможно. Ну, правда, то есть, сколько у нас таких ситуаций уже было, и это нормально. Это нормально в процессе именно транспортировки. То есть, вы эти риски должны закладывать. Это прямо вот как мантру я всегда читаю, как 25-й кадр. Вот, но при этом вы застрахованы от потерь машин, от взрывов, там, не знаю, автовозов, от потопления кораблей, от пожаров, от чего-то глобального они страхуют. Вы должны понимать, что это... Последнее время это актуально, кстати. Да, кстати, да, да, да. Вот, поэтому страховка есть, она от чего-то совсем глобального, да. Она от чего-то мелкого, ну, это практически недоказуемо. Поэтому далее, да, передайте транспортную компанию, там, по договору они вам привозят машину, ну, и, соответственно, все, вы ее принимаете, радуетесь, везете ее на мойку, приводите в порядок, потому что она ехала очень давно, долго, да, вся грязная. Вот, и спокойно ставите на учет автомобиль, в принципе, все. Ребят, ну и все. Я думаю, что если у вас остались вопросы, вы можете задать их в комментариях Роману, он будет читать. Обязательно. Да, будешь? Все. Без проблем. Вот, и если интересны какие-то темы еще, да, по поводу авто из Кореи, тоже пишите предложение в комментарии. Ну, а на этом мы будем прощаться, да. Всем пока. Роман, спасибо тебе. До новых встреч. Да, всем пока. Всего хорошего. Продолжение следует.